Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим с вами об английских домиках с соломенными крышами, об этих прекрасных коттеджах или пряничных домиках, как их многие сейчас стали называть. Да и действительно, вот к такой красоте трудно остаться равнодушным. Любой человек, приезжающий в Англию, прежде всего обращает внимание на эти великолепные старинные коттеджи и их соломенные крыши. Те, кто давно путешествует со мной по моему каналу, наверняка уже тоже обратили внимание, как много попадается здесь на нашем острове вот таких великолепных домиков. И по многочисленным просьбам я хочу сегодня поподробнее остановиться и рассказать вам об этих коттеджах, как они строятся и что они из себя представляют. Ну вот сегодня, хочу сказать, мы будем путешествовать с вами по трём городам острова Уайт, вернее по трём деревушкам острова Уайт. Это вот мы сейчас находимся Готтсхилл, потом у нас будет Шанклин и последняя деревушка Брайстоун. Не путать с Брайтон, потому что это две разные деревни. Здесь у нас деревушка Брайтстоун, недалеко от Тотландбей. Так вот, на территории Великобритании в настоящее время можно встретить около 60 тысяч вот таких вот коттеджей по всей стране от севера до юга. Ну и на нашем острове Уайт, наверное, около двух тысяч таких коттеджей можем мы встретить. Ну и давайте немножко я вам расскажу историю этих соломенных крыш. Ну, во-первых, то, что они называются соломенные крыши, тэч, сэч, вернее даже, сэчин, сэчинруф. Соломенная крыша сразу переводится. Но вообще-то это считается, вот, тэч, это старинный английский язык, имелось в виду кровля. Потому что не только соломой покрывались эти крыши. Чаще всего использовался водный тростник или даже, как на севере, вереск использовали для крыши. А вот здесь мы видим на картиночке, что крыша выглядит по-разному, она даже разного цвета. Вот сейчас именно только вот коньки, вот эти наверху, так называемый гребешок или конек, он делается из соломы и он меняется довольно-таки часто. Раз в 10 лет, наверное, нужно менять вот эти вот гребни. И чаще всего получается так, что сама крыша основная по цвету не совпадает с верхней частью гребешка. Тут еще такой интересный момент. Посмотрите, вот украшения наверху там на гребешке. Можно увидеть разные. Сейчас уже мастера научились делать специальные такие красивенькие вещи, которые радуют публику. Ну и посмотрите, как выглядит вблизи эта крыша. Я вам показываю специально вот такая здесь толстая солома. Она еще и закрыта сеткой. Вот видите, да? Говорят, что раньше эта сетка использовалась для того, чтобы прочнее, дольше лежала эта крыша. И чтобы ветер не разносил, и птицы не растаскивали, всякие зверушки, маленькие мышки, которые там поселяются. Но вот сейчас, говорят по новым технологиям, от сетки от этой отказались. Потому что, как говорят специалисты, эта сетка, она мешает обрастанием мхом. Зеленым мхом вот этой вот поверхности соломенной крыши. А это не очень хорошо, потому что мох зеленый нарастает, он дольше сохраняет тепло. И вы знаете, даже крыша сохраняется дольше, если у нее естественный слой мха наверху. Я показываю вам вот эту крышу сейчас, посмотрите. Потому что ее уже затеяли хозяева покрывать по новой. Вот это вот они заготовили тростник, называется Норфолский тростник, чтобы покрыть уже новый слой крыши. Хотя они и заготовили здесь очень много тростника, но я не знаю, конечно, когда они будут перекрывать эту крышу. А то бы я вам обязательно показала. Хотя надо сказать, что у меня уже есть одно видео. Сейчас, как обычно, вы его увидите в правом верхнем углу всплывет вам подсказочка. Где я показала в самом начале, как в шанклине перекрывали новую крышу. Перекрывать соломенную крышу это целое мастерство. Потому что там надо особым образом скрепить солому, потом ее уложить, потом ее специальной лопаточкой утрамбовать. И в общем, вы знаете, мастера учатся долгие-долгие годы вот именно этой профессии тетчер. Ну и надо сказать, что сейчас, так как эти крыши соломенные стали очень популярны в Англии, то записаться на переделку или ремонт крыши очень-очень долго ждать. Где-то в течение года придется ждать. И тут еще надо отметить такой факт, что полностью новую крышу из соломы уже сейчас никто не делает. Во-первых, это очень сложно, трудоемко, дорого. Да, наверное, и мастера не хотят уже так сильно заморачиваться. Поэтому, если и берутся перекрывать крышу, то только верхний слой. И, как я уже сказала, вот этот конек. И вот потому что покрывают опять новый верхний слой, поэтому они, эти крыши, и становятся с каждым перекрытием все толще и толще. Обычно, когда крыша только-только построена, она где-то 25-30 сантиметров толщиной, вот эта солома. И потом уже, когда несколько раз эта крыша перекрывалась по новой, то у нее, бывает, доходит толщина до 50 сантиметров, толщина этой соломенной крыши. И вот потому что такие красивые толстые крыши нависают, и они еще имеют такие красивые закругленные формы, то впечатление именно складывается пряничного домика. Смотрится просто шикарно эта крыша. Уже никто не остается равнодушным, увидя этот пряничный домик. И поэтому сейчас это, в общем-то, соломенные крыши считаются лицом Англии. Ее визитной карточкой, как я уже сказала, больше 60 тысяч. Здесь этих коттеджей с соломенными крышами их сохраняют. И опять же, как вы понимаете, соломенные крыши использовались тысячелетия назад, использовались в связи с тем, что они облегчали и удешевляли именно постройку дома, потому что это был самый дешевый, подручный материал, который можно было спокойно найти, либо солому, либо тростник, либо вереск. И поэтому считалось это признак бедности соломенная крыша. Потом, в 19 веке, эти крыши стали выходить из моды, потому что появилась черепица, другие кровельные материалы. И уже начали по новой люди строиться и покрывать свою крышу не этой старой соломой, а, конечно же, новыми материалами. Но вот где-то, наверное, в начале 20 века эти крыши вдруг вернулись опять. На них появилась мода. И вот теперь всё перевернулось наоборот. Теперь считается, что соломенная крыша на доме или на коттедже это признак богатства и процветания. И хотя такой вот домик с соломенной крышей, он уже примерно 100 или 200 лет простоял. И посмотрите, какие маленькие окна у этих коттеджиков обычно, потому что раньше стекла были дорогие и вот так строили с маленькими окнами, которые затягивались бычьими пузырями. Но, тем не менее, если этот дом вдруг решат продавать, то он будет стоить, уверяю вас, огромные деньги. Ну и внутри, конечно, модернизацию уже делают новые хозяева, а вот крышу оставляют прежней соломенной. Но тут ещё надо отметить то, что государство, они взяли под свою защиту все эти старинные коттеджи с соломенной крышей. Они все наперечёт. И уже запрещено не только эту соломенную крышу убирать, но даже и окна увеличивать или менять как-то облик этого здания. Ну, а мы с вами опять смотрим этот шикарный угол Готтс Хилл. Посмотрите, это визитная карточка нашего острова Уайт. Очень часто можно встретить на туристических открытках вот этот вот вид. И говорят ещё, что каждый уважающий себя житель острова Уайт обязательно должен иметь фотографию вот на этом углу. И муж мой первым делом отвёз меня сюда. И вот это я 11 лет назад здесь такая красотка. Интересно даже сейчас сравнить, что практически здесь ничего не изменилось. Ну, может быть, больше зелени уже теперь на коттеджах. А так всё осталось, как и было 11 лет назад. Здесь, на этом холме Готтс Хилл, как вы видите, все коттеджи жилые, используются под жильё, проживают люди. Но часто можно встретить, что вот такие коттеджи стали использовать под магазины, под библиотеки. На острове нашем даже есть вот такая церковь необычная в деревушке Фрэш Вата Бэй. Это церковь Святой Агнесы. Она 1908 года, по-моему, постройки. Она действует и сейчас. Я в ней была, и у меня даже было видео, к сожалению, я его случайно удалила. Но Тотланд Бэй далеко, поэтому, может быть, когда-нибудь съезжу и ещё раз покажу вам. Ну, а мы возвращаемся в Готтс Хилл снова, к этим жилым коттеджам. И посмотрите, вот здесь очень толстая крыша, соломенная, просто, наверное, сантиметров 80. Это, опять же, говорит о том, что она уже покрывалась много-много раз. И коттедж этот сохранил вот такое своё первозданное состояние. И даже дверь старинная, всё здесь сохранено. Сейчас нам кажется, что этих домов с соломенными крышами в Англии очень много. Но на самом деле, если поднять историю, то говорят, что их было в XII-XIII веках этих домов более миллиона. Понятно, что все стремились покрывать крышу вот таким недорогим материалом, который находился под рукой. Но в 1212 году в Лондоне издали указ о запрещении использования вот таких соломенных крыш. А почему? Потому что это материал очень пожароопасный. И страдали деревни, выгорали целые улицы. Поэтому правительство приняло очень жёсткие меры. И даже оставшиеся эти соломенные крыши заставляли покрывать сверху и звёздкой, чтобы обезопасить как-то от пожара. И здесь хотелось бы вспомнить вот этот вот театр Шекспира под названием «Глобус». Наверное, те, кто живёт в Лондоне, знают этот театр. Театр был построен в 1599 году. И в результате пожара в 1613 году он полностью сгорел. Так вот, у меня немножко несоответствие. Как же так, если в 1212 году вышел закон о запрете соломенных крыш, то вот почему здесь была соломенная крыша, несмотря на строгие запреты. Ну, может быть, из-за этого театр изгорел. Он был восстановлен по эскизам в 1997 году. И сейчас вот это здание современного театра, оно выглядит вот так. Ну, а мы вернёмся к нашим домикам на острове Уайт. И поговорим о мастерах поподробнее. Мастер Тетчер, который делает эту соломенную крышу. Так вот, на сегодня на 60 тысяч домов с соломенными крышами приходится примерно 800 или 1000 Тетчеров. То есть, вы представляете, мне кажется, это очень-очень мало. Нет ни одного колледжа, где бы вас научили этому сложному ремеслу. И вот говорят, что большинство Тетчеров начинают как подмастерья сразу после школы, обучаются на практике под присмотром опытного мастера Тетчера. И лишь спустя 5-6 лет они сдают экзамен наставнику, который решает, готов ли новобранец называться профессиональным Тетчером или ещё нет. Так вот, хороший Тетчер в Англии на вес золота. В очереди к нему можно простоять до двух лет. И это при том, что перекрыть крышу среднего размера вам обойдётся 25, а то и 45 тысяч фунтов стерлингов. Это 2,5-4,5 миллиона рублей. При отсутствии затяжных дождей команда из трёх Тетчеров выполнит работу за месяц-полтора. Ну и ещё, так как на соломенную крышу не существует единого государственного стандарта, как её строить, с какой толщиной, также получается, что не существует двух одинаковых соломенных крыш. У каждого Тетчера свой стиль, своя технология, подробностей которой он, как правило, никогда не делится. Есть, конечно, некоторые общие принципы, но это уже детали. И мы с вами, например, вот сколько гуляем по острову, я вам показываю соломенные крыши, эти коттеджи, и вы видите, что они все абсолютно разные. Ну и последний штрих, это фирменный почерк Тетчера, это конёк, который добавляется сверху на крышу. Кто-то вышивает на нём специальный узор из вымоченных ивовых или ореховых прутьев, а кто-то добавляет фигурки, птиц, животных, или вот чайник, как мы увидели. Этот конёк меняется каждые 10-12 лет. И я опять показываю вам вот этот грандиозный вид Old Village в Шанклине. Это помимо того холма Готтсхилл, ещё и вот эта вот деревня Old Village. Понимаете, она просто шедевральная. И если кто-то в гугле, например, поищет соломенные крыши английские, то вы обязательно найдёте множество фотографий именно Old Village в Шанклине, остров Уайт. Ну и я, конечно же, тоже. Когда впервые приехала сюда, у меня было впечатление, что я просто попала в какую-то сказку. И у меня дух захватывало от всех вот этих вот красот. И меня нисколько не удивляет, когда мои новые зрители начинают задавать мне вопросы, увидев вот эти домики пряничные. Они спрашивают, а что это такое за крыши? Расскажите, пожалуйста. Я не удивляюсь, потому что, вы знаете, каких-то, наверное, 12 лет назад или 15 лет назад я очень хорошо помню, что я переписывалась с одним мужчиной по интернету. Он был англичанин. И он мне прислал фотографию своего дома. Вот примерно я нашла. Вот она выглядела вот так. И вы знаете, здесь еще, в общем-то, видно фотография, потому что профессиональная, крупная. А он прислал такую фотографию любительскую. Сфотографировал, знаете, так издалека, чтобы поместился весь этот дом. И вот эта крыша у него была так немного с деревом закрыта. И вы знаете, я первый раз тогда увидела эту красоту. Я не могла понять, что это такое. Я долго-долго рассматривала эту фотографию, приглядывалась. Что за крыша? Она была какая-то такая, знаете, покатая. И мне показалось, что дом накрыт оренбургским пуховым платком. Вот я помню, у меня было первое впечатление, когда я увидела коттедж под соломенной крышей. Я подумала, что домик как-то суперски напоминает укрыт оренбургским платком. Ну вот, друзья, я, наверное, почти все рассказала вам о соломенных крышах и много показала домиков. Я надеюсь, что вам понравилось. Поверьте, я очень-очень старалась для вас. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить лайки. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока. П.С. Будет обидно, если видео не наберет много просмотров.